Черешня представляет собой массивное дерево с яйцевидной или комсообразной кроной высотой от 3,5 до 10 метров. В дикой природе может достигать 20 метров. Черешня – долгожитель. При хорошем уходе и богатой микроэлементами почве живет до 100 лет. Черешня ведет свое происхождение от вишни птичьей, которая распространена по всей Европе – от Скандинавии до Средиземного моря. Центром наибольшего разнообразия генов вишни птичьей или областью происхождения являются Западная Азия, Кавказ, Закавказье и Иран. Применение черешни в оздоровлении. Перед тем, как перейдем к рецептам применения черешни, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Черешня характеризуется богатым химическим составом и множеством полезных свойств. В ее составе витамины группы В, ПП, С, А, Е, К, пищевые волокна, антоцианы, пектины, флавоноиды, кумарины, фосфор, магний, кальций, калий, железо, натрий. Ягода полезна для органов пищеварения, сердца, кровеносных сосудов, мочеводелительной, нервной и иммунной систем. В народной медицине используют не только ягоды, но и косточки, листья, а также ветки черешни. В черешне много флавоноидов, антоцианов. Эти вещества дают растениям красную и синюю окраску, черешня очень насыщена ими. Антоцианы нужны растениям для защиты от ультрафиолета. Человеку употребление большого количества антоцианов помогает снизить риск развития хронических заболеваний. Также они помогают бороться с окислительным стрессом клеток, защищая их от свободных радикалов. Клетчатка в составе черешни помогает пищеварению, питает полезные бактерии, нормализуя микрофлору, борясь с запорами. По содержанию клетчатки черешня опережает абрикосы, которые традиционно считаются лидерами. Черешня не сильно повредит в фигуре тех, кто следит за весом, поскольку имеет относительно невысокую калорийность. При простуде Смешать поровну лекарственную ромашку и листья черешни. Столовую ложку полученного сбора залить кипятком, полтора стакана, и кипятить в закрытой посуде на маленьком огне 15 минут. Затем накрыться толстым полотенцем и подышать над паром 7-10 минут. При аденоме простаты и хроническом простатите. Рецепт номер один. Для приготовления лечебного средства нужно подготовить следующий сбор. Плодоножки черешни, цветки таволги визолистной, трава посленно-черного по 2 столовые ложки. Сбор залить 700 мл кипятка, укутать, дать настояться 2 часа, процедить и принимать на протяжении дня. Ежедневно нужно готовить новый настой и пить его как вспомогательное средство к основному лечению. Рецепт номер два. Подготовить плодоножки черешни, измельченные листья кипрея, мелиссы, чабреца по 1 столовой ложке. Сбор залить 800 мл кипяченой воды, поместить емкость на медленный огонь, довести до кипения и подержать 2-3 минуты. Снять с огня, дать настояться 2 часа, затем процедить и принимать по 200 мл утром натощак и вечером за полчаса до сна. При проблемах с мочевыводящими путями. Для лечения заболеваний этой сферы можно использовать отвар из косточек черешни. Чтобы подготовить средство, надо 25 г косточек, залить кипятком и настаивать 3 дня. Такой отвар принимают на протяжении недели. Он имеет мочегонное, спазмолитическое и противовоспалительное действие. При частых позывах к мочеиспусканию следует выпивать натощак 200 мл настоя из кукурузных рылиц и плодоножек черешни. Можно также применять отвар такого сбора. Стебли и корни синеголовника плоского полевого, столовая ложка, по 3 столовые ложки плодоножки черешни, цветов календулы, цветов ромашки аптечной и кукурузных рылиц и 5 столовых ложек травы с сушеницей топиной. Одну столовую ложку измельченного сбора нужно залить стаканом очищенной воды, прокипятить на протяжении минуты, дать настояться и принимать малыми порциями. За один раз готовится дневная доза лечебного средства. При артрозе и артрите. Для лечения этих патологий подойдет водно-спиртовой настой на основе плодоножек черешни и толченых косточек плодов. Нужно смешать по столовой ложке плодоножек и косточек, залить полулитром воды, прокипятить на медленном огне 20 минут, процедить, после добавить столовую ложку спирта или 2 столовые ложки качественной водки. Готовое средство принимают по 1 столовой ложке 5 раз в день перед едой. Едой считается даже стакан обычного чая. Курс лечения – месяц, после нужно сделать месячный перерыв. Всего нужно провести 5 таких курсов. При камнях в почках. Измельчить и перемешать по 2 столовые ложки корня петрушки, плодоножек и веточек черешни, столовую ложку хвостиков, ягод, клубники. Залить смесь литром кипятка, выдержать 10 минут на водяной бане, процедить состав и принимать по 100 мл трижды в день после еды. При мигренях. Нужно подготовить несколько спелых плодов черешни, размять их до состояния кашицы, после равномерно нанести на лоб плотным слоем. Лежать с кашицей на лбу нужно 15-20 минут, за это время головная боль отступит и наступит облегчение. Кроме того, кашицу из мякоти черешни можно использовать в качестве асептика, накладывать ее на фурункулы, нарывы и раны. В нее нужно добавить листья и цветки черешни. При малокровии и поносах. Взять 8 частей чабреца, 14 частей календулы, 4 части листьев вишни, 1 часть листьев рябины. 1 столовую ложку сбора нужно залить стаканом кипятка, настаивать полчаса, пить на протяжении дня за 30 минут до еды. Настоим также хорошо полоскать горло при простудных заболеваниях. При маточных кровотечениях. Для приготовления отвара нужно 1 чайную ложку сухих измельченных плодоножек, залить стаканом кипятка, поместить на медленный огонь, кипятить 15 минут. После состав охладить, процедить через марлю. Готовое средство принимают по 3 столовые ложки 4 раза в день за полчаса до еды. При дизентерии. Взять по 2 чайные ложки плодоножек черешни, залить стаканом очищенной воды, поместить емкость на медленный огонь, довести до кипения. Отвар нужно настаивать, после принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. При желтухе. Справиться с этой проблемой поможет отвар листьев черешни в молоке. 1 чайную ложку сухих измельченных листьев нужно залить стаканом молока, довести до кипения, но не кипятить. Дать настояться, затем процедить через марлю. Готовый отвар принимают по 1 столовой ложке 3-жды в день. Для стимуляции, пищеварения и перистальтики. Готовится настой из расчета 30 граммов плодоножек черешни на 1 литр кипятка. Этот объем средства нужно выпить в течение суток. Молодые побеги и плодоножки полезны при ленивом кишечнике. Их отвар стимулирует пищеварение и перистальтику кишечника. Чай для укрепления иммунитета. В заварник положите сухие листья черешни, ложечку черного чая и сахар по вкусу. Залейте горячей водой. Содержимое процедите. Полезный чай из листьев черешни готов к употреблению. Для похудения. Если нужно быстро похудеть и одновременно очистить организм, вам понадобится отвар плодоножек черешни. Для его приготовления возьмите 220 плодоножек, залейте литром воды, настаивайте 12 часов, затем доведите до кипения и поварите 10 минут. Полученный отвар нужно пить вместо воды на протяжении 1-2 дней. От прыщей. Так как черешня обладает вяжущими и антисептическими свойствами, ее используют и в косметических целях. Сок ягоды, например, очень эффективное средство для ухода за жирной кожей лица. Он стягивает поры, избавляет от прыщей, освежает кожу. Рецепт номер один. Мякоть черешни нужно растереть, отжать сок, смочить в нем марлевую салфетку и наложить на лицо и шею на 20 минут. Затем сполоснуть лицо теплой водой. Рецепт номер два. При склонности к угревой сыпи и образованию комедонов можно использовать маску из косметической розовой глины, замешанной на черешневом соке. Ее необходимо аккуратно распределить по коже лица, держать 15-20 минут, затем умыться прохладной водой. Делать маску рекомендуется 1-2 раза в неделю. Вред и противопоказания. Черешня – крайне полезный продукт. Тем не менее, к нему нужно осторожно относиться людям с пищевой аллергией. Белые ягоды считаются гипоаллергенными, но все равно стоит знать меру и не есть их слишком много. Злоупотребление сочными ягодами может спровоцировать появление аллергических реакций. С осторожностью необходимо кушать плоды людям, страдающим сахарным диабетом, поскольку содержание фруктозы в ягоде достаточно высоко. Серьезные заболевания кишечника и почек тоже могут быть противопоказанием к употреблению в пищу черешни. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Сад, огород, советы». До новых встреч!